Джозеф Мерфи. Секретная формула. Как узнать свое высшее предназначение и полностью изменить свою жизнь? Предисловие. Основная несущая потребность человека. Больше всего человеку нужно верить в себя. С этого утверждения Джозефа Мерфи я хочу начать данный сборник его лекций. Я твердо убежден в справедливости его слов. Вера в себя не единственная наша потребность, но изначальная. Главная и многообещающая. Бездоровые веры в себя, которая по своей природе является скорее конструктивной и активной, нежели примитивной и иллюзорной, невозможно практически никакое творческое начинание. Данный сборник посвящен формированию убежденности в нашем предназначении, фундамент которой составляют не столько явные, сколько потенциальные способности. Такая уверенность возникает из осознания того факта, что ваш разум является посредником высших законов и сил, которые делают вас творческим существом. И порождается она не высокомерием, а непоколебимой верой в то, что ментальные усилия в конечном итоге откроют все дороги. В результате беспочвенная самонадеянность неизбежно перерастает в повышение объективной самооценки. Это и есть истинная уверенность. Возревание подобной уверенности обходится недешево. Как пишет Мерфи, ее цена – страстное стремление, приверженность цели, настойчивость и сосредоточенность. Без приложения усилий ваше сознание не принесет обильных плодов. Только упорный труд предоставит вам как искателю возможность убедиться в том, что у вас есть все основания чувствовать себя уверенно, поскольку способствовать этому будет высший, всеохватный разум, для которого ваш личный интеллект служит каналом и средством созидательного совыражения. Подсознание мы часто позиционируем как некий скрытый двигатель как хороших, так и плохих. И такую точку зрения можно считать вполне обоснованной. Но в данном сборнике, и отчасти поэтому он получил название «секретная формула», Мерфи призывает вас разглядеть в своем подсознательном разуме друга и союзника. Используя предложенные автором методы, практикуя ежедневные сеансы самовнушения перед сном, вы научитесь программировать собственное подсознание определенным образом, ориентируя его на оказание вам помощи в реализации идей, осуществлении планов, а также на свежие инсайты или озарения. Ваш подсознательный разум в значительной степени формирует вашу судьбу. Вот почему вы можете изменить ее сами. Помимо всего прочего, в данном сборнике Мерфи отмечает, что миру свойственно верить в ложь, элементами которой становятся ограничения, внушаемые нам в детстве и подкрепляемые конформистскими мнениями сверстников и недостаточно высокой самооценкой. Эта социально одобряемая ложь цементирует нашу эмоциональную убежденность в том, что мучительные переживания прошлого обязательно должны повторяться или что нам противодействует какая-то негативная причинно-следственная связь. Автор призывает нас разнести такой подход кувалдой. Он приводит множество примеров, в том числе случаи из жизни своих знаменитых современников и коллег, таких как психолог Виктор Франкл, убедительно доказывающих, что многие ограничения создаются нами для самих себя и не являются частью естественного порядка жизни. «Измените этот момент», — пишет Мерфи, — «и вы измените свою судьбу». Такова простая и неопровержимая главная истина данного сборника. И самым лучшим способом изменить что-то в настоящем станет трансформация вашего представления о себе. У вас достаточно причин для того, чтобы радикально повысить свою самооценку. Эта книга призвана послужить маяком для экспериментов и получения нового опыта в данном направлении. Пусть она поможет вам лучше понять, кто вы есть на самом деле. Меч-хоровиц. Часть первая. Приспособьтесь к богатству и здоровью. Больше всего человеку нужно верить в себя, в то, что он делает и в свое предназначение. Уверенность в себе или готовность положиться на свои силы находит самый лучший выход, когда подкрепляется убежденностью в том, что истинная сущность человека божественна. Что с божьей помощью возможно все. Шекспир писал, что божество намерения наше довершает хотя бы умным метил и не так. Гамлет. Библия дает ключ к опоре на вашу духовную сущность. А без веры угодить богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Евреям 11.6. Испокон веков. Все мужчины и женщины, которые опирались на свою духовную силу, были непоколебимо убеждены в присутствии внутри них Бога. Бог есть живой дух внутри каждого человека. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. От Иоанна 4.24. Его дух не имеет лица, размера и формы. Он не подвластен ни времени, ни возрасту. Никому не поклоняйтесь. Адресуйте все свое внимание и преданность духу, который обитает внутри вас и сотворил нашу вселенную и вас самих. Он всемогущ, всеведущ и всевидящ. Когда вы находитесь в гармонии с ним, эта бесконечная сила откликается на ваши пожелания, позволяя вам совершать удивительные вещи. Во все времена великие люди были уверены в себе, не проявляя агрессивности, эгоизма или нетерпимости. Иисус, Моисей, Будда, Лао-Дзи, Конфуций, Мухаммед и многие другие совершали то, что считалось невозможным. Им удавалось это благодаря абсолютной убежденности в своей способности добиться задуманного с помощью божественной силы, которая укрепляла и вдохновляла их. Все они были рождены такими же земными существами, как и вы. Без помощи веры человек мало что может совершить в этом мире. Когда фермер сажает семена, он верит в агрономическую науку. Химику помогает вера в законы и принципы химии. Врач верит в свое знание анатомии, физиологии и фармакологии, свое мастерство хирурга. Инженеру необходима безоговорочная вера в законы математики, сапрамата и другие принципы Вселенной. Он возводит здания в соответствии с научными законами, которые существовали до появления на Земле людей и религиозных учений. Вы можете обрести такую же непоколебимую веру в законы собственного разума, которые всегда неизменны. Человек, который полагает, что принципы химии, физики и математики отличаются от законов, действующих в его сознании, живет в темные века. Эти ментальные и духовные законы также незыблемы, как закон всемирного тяготения. Закон Бойля или закон Авагарда. Нам доподлинно известно, что если думать о хорошем, то и придет нечто позитивное. А если допустить в разум негативные мысли, последует плохое. Если вы считаете себя неудачниками и рисуете картины промахов и ошибок, вас неизбежно будут ждать поражения. Поразмышляйте об успехе и осознайте, что вырождены для достижений и побед, поскольку бесконечная сила внутри вас не может потерпеть крах. Представляйте себя успешными, счастливыми и свободными, и вы станете таковыми. Все, о чем вы думаете и это чувствуете истинно, и ваш созидательный разум внедряется в подсознание, и выясняете, что вы не сможете.